Я исполнительный директор по ростиннику, то есть я занимаюсь производством, выращиванием сельхозпродукции. Представлю свой холдинг, у нас 578 тысяч гектар земли, то есть холдинг большой. Мы представляем себя Ставропольский край прежде всего, Ростовская область и Краснодарский край. Ну основная деятельность здесь как раз по градации, это конечно же растеневодство, это то, что делает экономику нашего холдинга. Сразу скажу, агрохолдинг стейк, вот из этой земли, где-то в общем холдинге, ну до 60 мы не дотягиваем, просто у нас даже аудит прошел. 58% это прямой сев, вот хотите верьте, но я вам покажу это, 58% из всего холдинга это прямой сев и наутив. Что касается Ставропольского кластера, у нас где-то равно поделенные вот 200 тысяч, в Ставрополе чуть больше, 200 тысяч я вообще называю это Ростов и там 60 тысяч от Краснодара. В Краснодаре мы не занимаемся наутивом, потому что у нас там животноводство в основном, это кормовые и там насыщенный севооборот, свекла и ну все такое, там не до наутива. А вот Ставрополь у нас порядка, Роман Васильевич подтвердит, наверное мы к 80% уже подошли. И только лишь не занимаем 100, потому что мы быстрорастущая компания, мы на рынке покупаем активы, и к которым актив приходит, там никогда наутила не было понятно, пока это привести в порядок, для этого нужен срок. И вот Ставрополь 80%, мы прямой сев и можно сказать уже наутил. Дальше тоже представлю, мы основательно занимаемся для знакомства автотрейдингом, сейчас верни я все-таки расскажу. Трейдинг у нас свой торговый дом Агроколдинский Епита для сельхозтоваропроизводителей, обращайтесь. Мы заняли в прошлом году первое место по гороху на экспорт, то есть мы экспортируем продукцию, которую сами выращиваем, ну естественно и покупаем у производителей. Вот поэтому по гороху первое место заняли, вышли на Китай, так сказать, и позволило нам это раскрутиться. Животноводство тоже, это один из важнейших сегментов, он на третьем, я бы его на первое место поставил. Краснодар практически нас поглощает растеневодов своим животноводством, я думаю пройдет еще несколько лет, если мы не будем развиваться с активами, то в принципе у нас это все будет кормовой силой оборот в Краснодаре. Ну молоко тоже надо пить, не только хлеб кушать. Но и вы наверное знаете, что Ставрополь, мы пришли буквально три года назад, купив здесь у вас большую мегаферму, сейчас мы ее вывели уже на определенный уровень, это Чапаевская, да, это вот наша ферма. И сейчас вот в этом году, к концу года, наверное, введем в Марьинке Кировский район, у нас они стандартные, порядка 1800 голов дуйного стада с увеличением до трех. В Марьинке ваш Кировский район, будем тоже животноводческую ферму, именно по молочке. Тренинг по нишевым культурам, мы занимаемся нишевыми культурами, да, поскольку мы наутивчики, как без бобовых культур, лидирующая у нас номер один. Сахар Бакалея, тоже тренинг, выращиваем свой сахар, занимаемся тоже реализацией на внутреннем рынке. И в последнее время мы развиваем еще сыры, пирпак, может слышали, все сыры, которые находятся в Магните, там и во всех остальных супермаркетах, расфасовка, это все относится к раку-минусе. Здесь еще нет наших садов, у нас тысячу гектаров в Краснодаре садов, это яблоко в основном. Поэтому, в принципе, все, что можно заниматься в сельском хозяйстве, мы всем этим занимаемся. Вернемся к теме наутила. Я не буду, я вам сказал, что порядка 60%, и мы уверены в том, что мы на верном пути. Рассказывать технологию наутила, Виктор Канеевич вам расскажет лучше об этом. Но, что самое основное наутиле, по нашему мнению, это 4 фактора должно быть. Это структура посева, прежде всего, правильно составленная для того, чтобы заниматься приемом силов и наутилов. Я вам скажу, мы же быстро растущие, я уже говорил, компании, покупаем земли во всех регионах. И основная масса у нас земель, это зона рискованного земледелия, это восточная. Потому что в Краснодаре сложно, там земля уже космос стоит. Ну, как бы, покупаем там, что брошено, что уже кто-то наработался, да, ну, и мы будем на какой-то уровень. Вот приведу пример, почему все в обороте. Зимовниковский район, я пришел, это начало было моей трудовой деятельности в Скипи. Это было уже практически 10 лет назад, в 15-м году, вот скоро будет 10 лет. Там хозяйство, которое порядка земли было 41 тысяча, да, а посева, пашни было 9 тысяч всего лишь. Ну, представляете, было так где-то еще не 90-й год, но еще не было такого развития. И там было двухполка, там половину пшеницы, половину пары, и никаких проблем, мы как-то не выживали. Сейчас в этом хозяйстве я буквально всегда бываю, общаюсь напрямую с директорами. Николай Николаевич, там директор, давай посчитаем, прошло время, да, ну, уже довольно-таки сколько. Мы насчитали с ним в Зимовниковском районе, это Гашунский, порядка 7 полков у нас, да. Мало того, мы начали подсолнечник там выращивать. Это хозяйство с 15-го, до него там представители были с Украины, там собственники, да, потом все это закончилось. Это хозяйство уже на протяжении 10 лет используют систему МОУКИО. И этих семи культур не было бы, если бы, вот, ну, какой подсолнух в Зимовниковском, да, у нас там, мы сеем крупноплодный подсолнух у вас здесь в Ставрополе, в тех местах, где, в принципе, у виска покручивают, вы что тут крупноплодным, а мы занимаемся этим успешно, крупноплодным подсолнечником и в тех местах. И это только позволяет нам делать наутил. Вот тоже приведу пример, вот, Сальск, недалеко там от Ипатова, у нас просто сейчас нет сравнения, мы перевели на наутил. А на тот момент, когда была классика, посеян подсолнечник по классике и посеян подсолнечник по наутилу, вот тогда можно было сравнить. Это было вот 3 года назад, потом уже 100% там прямой сил. Два поля рядом, одно поле это классика, там растет подсолнечник крупноплодный, и другое поле это по наутилу. Вот приезжаешь на поле весной, когда только посеяли, мой заместитель со мной всегда, он так, приехали на поле с наутилом, Я перепашу, я не могу, я перепашу, приедем на поле с классикой, ну красота, подсолнечник ровный, выровненный, чистенький, все, ну прям это, опять на наутил, там, ну глаза бы не смотрели. Один вот такой, один чуть больше, там, вот эта серость от этой соломы. Я говорю, подожди, вот перепашу, давай, прям подходит уборка, подходит уборка, и как про, даже не уборка, когда он только цветет и корзинка наливается, в тот момент специальная приезжая, когда жара примерно под 45, там на солнышке, да, приезжаем на поле, где классика, он опустил уши, все, он вообще там, смотреть, приезжаем на наутил, лист распрямленный, он себя нормально чувствует, несмотря на эту жару, убираем эти поля, на 5 центеров, дает больше по наутилу, чем кладет, это один, так самое главное в крупноплодном подсолнечнике, это же выход, это фракция, которую мы получаем, никогда мы на классике не получали фракцию, которую нужно, 38+, как ее называют, но на наутильных полях это всегда выходит, поэтому убеждать вас я не хочу, все вы люди убежденные, я послушал, какая полемика здесь, я хотел вам сейчас коротко, чтобы вас не задерживать, рассказать вам, вот моя презентация, она информационной технологии, я несколько слайдов вам покажу, как мы в степи, в своем холдинге, вот используем новейшие технологии, потому что, я думаю, вам будет интересно, вот в производстве именно, как бы структура пассивных площадей, то, о чем я говорю, в любом холдинге, важно, да, прежде всего структура, дальше мотание, да, растение, его надо кормить обязательно, да, вот, дальше, я бы сказал, защита, да, то есть защитить растение, ну и самое основное для наутильщика, это техника, то есть какую ты используешь технику, техника, она дорогая, очень сложно, почему, когда у нас проходят стратегические сессии, там, и москвичи мне задают вопрос, а что вы, вот, рассказывайте так хорошо, наутил, все, почему мне 100% вы это, говорю, ну, извините, чтобы перейти на 100%, надо, чтобы карман денег, вот, такой был, купить наутильную, вы же знаете, сейлку прямого сева, зерновую, да, сейчас сложно, тем более с тем, что происходит, и хорошую купить, она стоит космических денег, сейчас, там, барго, там, и все такое, не буду перечислять, благо, что у нас появляется, вот, Наир, спасибо ему, он здесь присутствует, мы начали с этого, и с Аврополь-носителем, и последние закупки, мы до 20 комплексов покупали, вот, возможность была, Дон 651, да, Виктор Корнеевич, я ему всегда об этом говорю, он скажет, это не наутильная сейлка, ну, я думаю, может, он поменял, да, страшно смотреть, она не так работает, тут Жерарди, она не так работает, как надо, ну, нет возможности, мы покупали то, что есть, деньги свои, после нее очень страшно смотреть, она немножко как культиватор работает, ну, по крайней мере, это единственная сейлка, которая выполняет свою задачу, то есть, она может посеять в солому, да, на какую-то заданную глубину, вот, не всегда она накроет, а вообще, вот, посевной комплекс, он выполнять должен четыре вещи основных, во-первых, именно прорезать солому, то есть, пожневные остатки, именно положить на заданную глубину, прикатать, как бы, да, не просто там, чтобы она зависла, и потом это все накрыть, вот, такой сейлки, пока, я, я не видел на своей практике, чтобы она все вот, это дело, может, когда-то появится, тогда, тогда вообще проблем не будет, техника, так, дальше давай, о структуре, а, это, это мониторинг, кстати, вот, мы пользуемся, наверное, все этим, занимаются у нас, история поля, в практике, все агрономы, которые вот здесь присутствуют, наши, они знают, как в ней работать, но я от этой программы, я балдею, как руководитель, вообще, производства, да, я имею возможность, иногда, не всегда в поля, да, выехать, посмотреть, когда стараюсь, но я контролирую всю ситуацию, благодаря тем, что каждый агроном, зайдя в эту программу, историю поля, может сделать, это как раз показано, вот эти вот, это поля, это наши Новожуковские, я уже вижу по полям, и вот эта информация о поле, то есть там фотография, описание, вся информация, которая необходима, она вся агрономом заполняется, и это в онлайн режиме, в принципе, все это можно увидеть. Я сажусь, я начинаю свою трудовую деятельность в 7 утра, ну, потому что колхозники, они не спят это долго, я прихожу, а в 9 у нас офис, да, и вот я успеваю за это время, сразу захожу в историю поля, вот, просмотрел то, что агрономы выложили, вся информация, помимо этого у нас весенний облет, осенний облет, то есть эти дроны, которые у нас сейчас есть, это специально ребята, которые делают облеты в периодичности, в зависимости от потребности, вот, руководителей, кластеров Ставрополь, Ростов, они приезжают, облетали и сразу выкладывают по каждому полю. Сейчас можно облетать, не запрещают? В Ставрополе можно, в Ростове нельзя, к сожалению. В Ставрополь здесь все нормально. В Ростове нам закрыли, ну, как-то с вами, да, какие-то закрепляются. А в Ростове только наземно, вот, будем говорить, что это агроном, вот, степень у него, вот, он зашел, сделал фотографии, у каждого гаджет есть, который связан с этой программой, он сделал фотографии, все это в онлайн-режиме, сделал описание, какая проблема, если там проблема, там, допустим, надо с эктицидом работать, или там что-то, пожалуйста, все, тогда быстро, то есть все это делается для принятия решений и управления, потому что, ну, 500, более 500 тысяч, надо же за этим всем следить. А у нас в штате, в принципе, я как руководитель, у меня есть главный агроном, агротехнолог, вот, есть инженер, есть там, с наукой связано, ну, и мои заместители, это вот Шаповалов Роман Васильевич, ваш Ставропольский, который руководит, и Ростов, и Краснодар, в принципе. Это то, что касается, вот, как мы это используем, историю Коля. Так, это вот, даже я попросил ее, чтобы она новая, наши, как я их там, девайсы называю, или новшество. Вот первое, что мы откатали в этом году, буквально, в Ставрополе, да? Это, Иван, не у тебя? Это с помощью облета, опять же, дроном, оценили состояние посевов, это горох. Ну, здесь самое интересное, тестовое поле было гороха, когда мы пролетали и посмотрели, работаем же как мы все. Подошла гермицидная обработка гороха. Все, погнали, никто не смотрит там. 250 вылили, все зарядили, есть там они, сорняки нету, кого это интересует? Мы облетали, сделали снимки, анализ, и посмотрели, что 1700 гектар, в принципе, обрабатывать не надо гермицидом. Он чистый горох, зачем его травмировать? А как горох еще же болеет, вы же знаете, после этого, да? Когда его гермицидом там трахнешь по голове. Поэтому, вот, один из этих вариантов, нам удалось было до 20% сократить в одном из хозяйств, и просто реально не работали гермицидом по гороху. Давай дальше. Это один из примеров тоже еще интересный. С помощью дронов здесь показано поле, которое мы отформатировали. помимо здесь амазоновцы есть, я вот сегодня им, Ставропольцам задавал вопросы, они, к сожалению, даже и не знают. Я говорю, а вы знаете, что у нас есть ваш опрыскиватель с интеллектуалом? Нет. Ну, он в Ростове у нас есть, да? Здесь дрон показывает. Этот опрыскиватель амазоновский, который с фотоэлементом позволяет нам работать, зеленое на черном, так мы его называем, проще если говорить, да? То есть он идет по полю, сканирует перед собой фон, да? Но это понятно, что это только лишь по парам, да? На утильном парам. И он только там опрыскивает, где он видит зеленое, да? То есть где что-то взошло, падалка там или сорняк, все, он там только дозу опрыскивает. Где чисто и, в принципе, ничего нет, там он не работает. То есть это экономия тоже средозащиты растений, которые, ну, дорогие, да? Ну, где-то до 30% мы так прикидываем, можно будет на этом сэкономить. Полный берет он, Андрюс, а? Полный берет. Смотря какой гербицид. Я имею в виду, видит он этот фотоэлемент? Ну, по крайней мере, видит. Видит, мы увидим. Есть пропуски, есть, но выборочно. Вот здесь показано, это мы на горчаке горчак, тоже сложно с ним бороться, и он растет, горчак, да, он обычно пятнами, да, и вот мы именно выборочно пролетали, определили, где горчак именно, и там только лишь отработали, на вот этих пятнах, вот, дроном. Ну, это тоже как бы вот внедряем и работаем. Тоже интересная тема, мы вот начали работать с ЭТЕЛМА, это сейчас автопилоты. Очень важная тема, потому что многие ушли, тримбл ушел, вот, теряется сигнал, ну, а мы уже до того привыкли к автопилоту, да, и уже механизаторы, уровень механизатора, он не будет работать по маркеру. Нет уже тех механизаторов старых, которые даже без маркера, я знаю, вот в свою молодость, они работали на глаз там, по последнему сошняку, и все у них и без пропусков получалось. Таких уже нет и не будет их, поверьте. Только вот патрулька, мало того, технология удержания, это на следующем стадии, даже разворот осуществляет он, сам, в принципе, без механизатора. Вот мы работаем в этом направлении, плюс еще, чтобы не терялся сигнал, все предлагали раньше там, перейти в станции, ставить везде там на конторах, нет, это гораздо проще, есть места, особенно в Ставрополе, вот Цемлянская возьмите, где теряется сигнал, где там ушел комбайн или трактор, и все, и сигнал потерялся. На краю поля ставится тренога, вот, которая именно там, где она, и потом она, эта тренога позволяет, как бы, трактору не сбиться с пути. Так, это дальше, да, про технологию автоматического вождения, то, о чем я как, и говорил вам, да, внимание механизатора, на качество проведения операций, все с этим понятно. Дальше, тоже интересно, вот мы работаем уже, до несколька лет, разные перепробовали датчики, все-таки как, опять же, исключить человеческий фактор, да, нет тех механизаторов, которые после каждого, если сеем подсолнечник, выскакивают с трактора, и смотрят визуально, там, сеет или не сеет, тоже нет, его попробуй, сейчас с трактора там выгони, у него не вытянешься. Все для них, все для того, чтобы исключить человеческий фактор, поэтому работаем, контролировать норму высева, отслеживать забивание сошняка, и отслеживать уровень заполняемости, заполнение бункера. У нас даже доходило до того, что некоторые механизаторы, они специально открывают, допустим, там, крышку, там, где удобрение, да, сеют, ну, понятно, сеют, 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 потом остаток, который там остается, они ее благополучно там реализовывают, да, оно же не высевается, удобрение, поэтому, чтобы этого не допускать, вот, вот этих контролирующих, контролёры, в этом плане мы работаем, а это тоже ЭТЕЛМА, да, поставили контролёры? Да, это тоже ЭТЕЛМА, вот тоже, сказать, интересное, здесь мы отработали на опрыскивателе, то, в принципе, принцип тот же, но здесь на опрыскивателе контролируем норму вылива и скорость, вот там, где зелёным, да, на этой вот стенке, там, где зелёным, там нормально, то есть выдержано 150 литров, скорость, там не более, там 10 км в час, там, где красная, это изменённо, норма вылива, то есть там не долив, там, где синяя, это перелив, то есть, причин масса может быть, да, почему, может болеть, фильтр, может быть, фильтр забился, может быть, ещё какой-то казус произойти, поэтому, вот, чтобы этого, опять же, исключить, вот, такую программу, мы, в принципе, с ней работаем, да, тоже хочу показать, мы последним, мы сами там начали уже 3D принтером заниматься, это оборудование для комбайна, датчиками уровня заполненности бункера, для контроля своевременной выгрузки, что тоже немаловажно. Тоже интересный слайд, мы его протестировали уже, здесь договорились метас, здесь такая вот фирма, с которой мы работаем, сканирование почвы, которая ставится попереди трактора, которая позволяет нам, первое, уплотнение почвы, это вот что важно для наукинщика, да, уплотнение почвы сразу, получаем скан, где почва уплотнилась, переуплотнилась, где, в принципе, она себя нормальна. И второе, это содержание влаги в почве, то есть два нормальных, самых конкретных показателя, которые важны для агронома, для наукинщика, и не только для наукинщика. Это мы тоже уже обкатали, в принципе, можем поделиться с вами опытом дальнейшим. следующий слайд, очень интересный, опять же, это компьютерное зрение, нейросеть, можно по-разному, такими громкими словами, вот здесь показано, первое, что позволяет нам, это все облеты и сканирование нашими дронами, первое, это увидеть посевы, да, и качество сева, на втором слайде, это засоренность полей, где больше сорняка, красных, не менее, желтых, но я, больше всего, мне импонирует, я каждый год их заставляю это делать, это оценка уровня, вскожесть и выживаемость, это крупноплодный подсолнечник, это очень важно по крупноплодному подсолнечнику, то есть, облетали, заложили в программу нейросеть, и вот эта табличка внизу, она показывает по каждому полю количество растений на гектаре, то есть на поле, то есть, это можно уже понимать, когда растение уже укоренилось, да, посчитать, сколько, допустим, у нас крупноплодный подсолнечник, норма там считается по Ставрополю, где-то, ну, в зависимости от влажного, влажного, не влажного, где-то 25-24 тысячи, вот, это нормально, там, к уборке, если остается, 24 тысячи, но, очень важно знать, сколько у тебя, когда уже, в принципе, к уборке подходит, и эта программа, она как раз и позволяет, сколько там, если 17 осталось, то это хорошо, 11, ну, плохо, тогда уже можешь просчитать, какая же урожайность будет на поле, и с контрагентами как-то договариваться, там, да, и понимать, то есть, это очень-очень такой действенный механизм, который мы уже используем в работе, я, по крайней мере, использую точно, это то, что я, в принципе, начинал, да, это основа всего, вот, у нас, она раньше, компания называлась, САС, может быть, кто-то слышал, это американская компания, САС, ну, естественно, естественно, уже этой компании, как бы, нет, но наши, отечественные, наши менеджеры, они все это смогли, прибрать к рукам, сейчас, вот, так получила компания, это планирование структуры посева, программа, которая нам позволяет, да, на основе истории поля, на основе задач, которые ставят агрономы, спланировать правильную структуру посева, согласиться, не согласиться с ней, это можно, но есть управленческие решения, иногда, которые мы ломаем немножко, но она дает нам возможность, чтобы не агроном там сидел, и чесал там затылок, а что тут, вот, как там, все данные в эту программу, мы получаем уже, в таком виде награды, где учитывается и машинальность культуры, и кластеризация посева, то есть укрупнение силы оборота, вот, и оптимизация логистики, ну и размещение культур по самым лучшим предшественникам, ну а, конечно, самое важное, это маржинальность культур, то есть надо выращивать то, что на рынке пользуется спросом, потому что от этого завис выручка и, соответственно, прибыль. Это тоже программа, вместе с ними мы отрабатываем, тоже интересно, здесь Краснодарский кластер, он, наверное, представлен, здесь мы контролируем работу техники, да, и делаем выводы, насколько она занята, пик ее занятости, полиосы, возможность высвозить, когда они закроют, тут тоже, в принципе, масса показателей, которые нужно внести, но они все доступны в эту программу, и в итоге мы получаем, как выполнить, в оптимальные сроки, откуда мы можем технику перевести в другое хозяйство, потому что мы видим, там не справляются, а здесь, в принципе, избыток техники, и строим перемещение, то есть, допустим, там с белого, да, хозяйство у нас белое называется, мы можем там, ну, пластуновку перебросить, тут трактор, так, и там каждый, по каждой технике, это все, вот эти, таблицы и графики, тоже, как бы, такой истинный механизм, а вот, представители, мы начали заниматься этим с нашими партнерами Пегас, агротехник, и программа Нормбак, вот, здесь представлен, прежде всего, распрасыватель минеральных удобрений, вот, карта, к оптимизации использования минеральных удобрений, да, то есть, на основе арахиманализа, вот, рассчитывается, потом разработка программы, расчет оптимальных норм, зависимости, насколько позволяет нам возможность, и, то есть, дифференцированное, ну, можно так назвать, что это дифференцированное нанесение минеральных удобрений, посредством, вот, разбрасывать, то есть, 10 литров надо больше, где, на каком краю поля больше, где меньше, в зависимости, вот, на этих основаниях, которые будут в программе, в этой. Так, ну, это вот к учету ближе, тоже хочу сказать, но, я думаю, наверное, многие уже работают, большинство хозяйств, холдингов, опять же, как исключить человеческий фактор, мы уже работаем на протяжении шести лет, это колонная система, инфратеки практически, практически уже везде, а нет, мы нанимаем там, и плюс еще качество, то есть, товаро-транспортное накладное, там, вот эти все показатели, они уже есть, но мы дальше пошли, как бы, опять же, там, человеческий фактор не исключен, мы в Кирсале прокачали уже вот эту программу на предмет эфидметок, свой и чужой, то есть, здесь все еще гораздо проще, комбайн подъехал на выгрузку к КамАЗу, он уже стыкуется, да, и считывает по эфидметке тот ли, не тот, который программа, потому что, как это объявляется, обновляется каждый день, свой и чужой, да, свой и чужой, и дальше, КамАЗ, который заезжает на Алисовую, посредством видео, он считывает его номер, уже это автоматически в 1С, то есть, здесь вообще, в принципе, исключается, да, он заехал на Алисовую, плюс еще, у нас в основном, это наш партнер-элемент, кстати, АФК-система тоже, вот, плюс, работаем мы в основном с Алисовым, и вот, на Алисовские весы, они завязаны с 1С, то есть, КамАЗ заехал, считался, взвесился, это все автоматически поступает, не надо талон там уже, как бы считывать, поступает, это все в 1С, в бухгалтерию. Так, давай, дальше, это, в принципе, тоже самое учет, вот здесь, как раз показано, здесь контролируем посредством, скорость комбайна, при уборке, если заданная скорость, там, не больше 6, все это контролируется, но пока что эти контролируют ребята вручную, да, глядя в компьютер, но дальше еще выгрузка, свой чужой, вот здесь выгрузка тоже, то есть, чужую машину, в принципе, комбайн, он не сможет выгрузить, дальше фиксация, фактическая объема выгрузки, с каждого комбайна, дальше исключаем человеческий фактор, давай, что-то у нас, это видео, как раз оно и вручило, давай дальше. А что, бункерами не работали, да? Бункерами, накопителями. Вы знаете, вчера, кстати, был представитель Ильяни, который предлагал нам бункер-накопитель, мы не смогли их в свое время вставить в систему учета. Просто у нас есть бункера, то есть, он как бы вот не вклинивался туда, да? Нам проще на край, потому что, ноутил, что мы четко разбиваем поле, то есть, КАМАЗ на поле, да любая машина не должна, кроме комбайна, заезжать, это вы прекрасно знаете. Но в перспективе, вот они обещают нас убедить, что они нам эту технологию, в связи с тем, что нехватка транспорта, вот они нам даже, не то, что они сами готовы приехать, показать, как услугу оказать. Вот у них свой трактор, свой бункер-накопитель и свой тракторист будет. Ну вот мы ждем. Получится, получится. Так что, как бы я быстро вам постарался все рассказать. Если будут вопросы, я буду рад ответить. Спасибо за внимание. Вот так мы работаем. Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо, что вы приехали. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...